Мы не первый раз с детьми приезжаем в гости к Дедушке Морозу. В прошлый раз мы приезжали совсем в канун Нового года, а в этот раз он пригласил нас на свой день рождения. И на самом деле очень многие говорили, так еще рано, в ноябре вы уже к Дедушке Морозу, но мы побывали на совершенно потрясающем празднике. Помимо того, что это такая возможность поздравить Дедушку Морозу с днем рождения, так еще в день своего рождения он зажигает огни на главной елке страны и начинается самое настоящее новогоднее время. То есть идет отчет до Нового года. То есть, по сути, мы просто вместе с Дедушкой Морозом открыли самое волшебное время во всем году. Поэтому, ну как отказаться от такого праздника? Я просто от всей души благодарна за это приглашение, потому что помимо того, что мы просто приехали, мы еще с моим сыном вели этот потрясающий праздник. Праздник получился на славу. Сюда приехало огромное количество людей, вся вотчина, просто не было ни одного свободного места на дорожке. Было, не знаю, тысяча четыре, наверное. И, не знаю, мне кажется, такой праздник какой-то добрый, теплый, настоящий, волшебный. Вот правда, я стояла на сцене, и мне казалось, что я не ведущая, а я просто самый настоящий какой-то сказочный персонаж, что я вот во всем в этом участвую. Вот как в детстве я попала в сказку, в настоящую, когда ты абсолютно искренне веришь в то, что все происходит, когда не нужно учить сценарий, когда слова сами в голове откуда-то появляются. Но настоящее волшебство, в него трудно не поверить. Поэтому я всем от души желаю сюда приехать. Мне кажется, что это лучшее, что может случиться с детьми в канун Нового года. Это лучшее, что может случиться с родителями вместе с детьми в канун Нового года. Это то место, где ты по-настоящему начинаешь верить, что все возможно. Все мечты обязательно исполнятся. Все твои желания обязательно сбудутся. Что Дедушка Мороз с тобой так разговаривает, что если мне кто-то скажет, что он не настоящий, я, наверное, просто очень разозлюсь, потому что он настоящий. Он самый, что ни на есть настоящий. Он существует. Ты сидишь с ним, разговариваешь, задаешь ему вопросы, и он так по-доброму тебе отвечает, дает какие-то такие правильные советы. Я не знаю как, но вот ты сидишь и понимаешь, что все, что он говорит, настолько просто, что вот жить действительно так нужно, что невозможно без добрых дел, что нужно себя хорошо вести. Ну что такое хорошо себя вести? Нужно делать добрые дела, нужно дарить добро так, как дарит он, так, как он обходит весь земной шар, так, как он делает всех людей счастливыми, всех детей счастливыми, взрослых счастливыми. Точно так же и ты должен жить. Ты должен дарить добро, и оно тебе будет сториться и возвращаться. Поэтому я всем от всей души желаю обязательно побывать у Дедушки Мороза в гостях. Мне кажется, что это просто потрясающе.